Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Очередные кандидаты в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западная Армения. Выступление Никола Пашиняна в ООН. Пашинян и Раухани встретились в Нью-Йорке, что обсуждали стороны на встрече. Выступление Дональда Трампа в ООН. Барзани говорит о втором референдуме в Иракском Курдистане. Ситуация в Сирии. Народ есть величайший творец. Учитесь у него. Сегодня день рождения Комитаса. Симон Таронян родился в Западной Армении в городе Тарон. В 2004 году 17 декабря благодаря уважаемому Армен Акуабрамяну, который является основателем и главой Национального совета Западной Армении, поручился за наши права. Мы верим, что ради всех этих священных законов мы объединили весь механизм, работу, поддержку во имя светлого нашего будущего. Саак Мутофян родился в 1976 году. Занимается торговлей. Предки после 1915 года бежали из Вана и нашли убежище в турецком городе Спарта. После долгого поиска он нашел свою национальную принадлежность. Арман Озапирян родился в 1977 году. В 1987 году по решению отца обосновались в турецком городе Пертек, где и получил начальное и среднее образование. С 1997 по 2018 годы работал фармацевтом. Считает, что голос армян, проживающих на территории Западной Армении, должен быть услышан для лучшего представления проблем нашего народа. Выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западная Армения этого года началось 1 февраля 2018 года и состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западная Армения, парламент, состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта остается приоритетом внешней политики Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 73-й сессии Генассамблей ООН. Статус и безопасность Республики Арцах будут исключительным приоритетом Армении в переговорном процессе. Любая попытка решить конфликт военным путем является прямой угрозой безопасности региона, демократии и правам человека. Армения продолжит конструктивное участие в мирном процессе по урегулированию конфликта в формате Минской группы ОБСЕ, которому предоставлен единственный признанный на международном уровне мандат на урегулирование конфликта. «Азербайджан должен изменить свое неуважительное отношение к переговорам, полностью отказаться от идеи военного решения проблемы и выполнить все предыдущие договоренности», — заявил он. Более того, если Азербайджан действительно верен мирному процессу, то он должен начать диалог с основным субъектом конфликта — Нагорным Карабахом. «Азербайджан по любому поводу заявляет, что Карабах должен быть его частью, но и при этом отмечает, что не будет вести переговоры с Нагорным Карабахом. Проблема лишь в том, как Азербайджан может претендовать на Карабах без диалога с ним. Это возможно? Это возможно лишь в том случае, если властей Азербайджана интересует не народ, а исключительно территория Карабаха. Таким образом, становится очевидным, что намерение властей Азербайджана заключается в том, чтобы очистить Карабах от армян, как это произошло в Нахачеване, — заявил Пашинян. Это дает Нагорному Карабаху право говорить, что войти в состав Азербайджана для его населения будет означать полное уничтожение. Карабах не может быть в составе Азербайджана, если кто-то не желает позволить новый геноцид армянского народа. В заключение хочу подчеркнуть, что конфликт может и должен быть урегулирован лишь путем взаимных уступок сторон в атмосфере мира, а не войны, — заявил Пашинян. Премьер-министр Армении также поблагодарил генерального секретаря ООН за содействие усилием сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Пашинян и Раухани встретились в Нью-Йорке. Собеседники обсудили различные вопросы повестки двухсторонних отношений. Была отмечена важность развития сотрудничества, учитывая, что существующий потенциал позволяет добиться большего. Стороны сочли необходимым предпринять действенные шаги в плане развития торгово-экономических отношений. Никол Пашинян подчеркнул, что у армяно-иранских отношений особый характер, основанный на дружественных связях. В свою очередь, Раухани отметил, что между сторонами высокий уровень доверия. По словам президента Ирана, армянская община страны играет важную роль и пользуется большим уважением. Говоря об экономическом сотрудничестве, президент Ирана выразил уверенность в том, что формирование зоны свободной торговли с ЕАЭС даст возможность еще более углубить армяно-иранские экономические связи. Собеседники обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, дорожного строительства и логистики. Хасан Раухани пригласил Никола Пашиняна посетить Иран и выразил уверенность в том, что визит даст возможность еще более детально обсудить пути расширения сотрудничества. Президент США Дональд Трамп 25 сентября обратился к Генассамблее ООН, главам более чем 120 стран. Как и ожидалось, главной темой его выступления стали Северная Корея и Иран, а также Венесуэла. Трамп также заявил решительное нет социализму и мировому правительству, которое стремится контролировать все аспекты современной жизни, от миграционной политики до системы ценностей. Также мы считаем, что каждое государство само может определять, где находится его столица. И мы не будем заложниками догм и экспертных мнений, которые часто ошибаются, заметил Трамп. «Америка всегда будет выбирать независимость перед мировым правительством. Мы не говорим другим странам, каким богам поклоняться и в соответствии с какими традициями жить. Мы просим также уважать нашу независимость», – подчеркнул он. «Трагедия в Сирии разрывает мне сердце», – заметил Трамп по поводу урегулирования в Сирии. И подчеркнул, что ситуация в этой стране имеет политическое решение, и оно должно быть сделано в соответствии с выбором сирийцев. Он подчеркнул, что проблемы Ближнего Востока и всего мира в первую очередь нужно решать правовым путем, в рамках международного права и с помощью воли изъявления народов. Президент Западной Армении Армена Кабрамян разделяет с президентом Дональдом Трампом эту политическую волю, которая касается свободы народов и с их историей и традициями. Права, полученные этими народами после стольких жертв, являются предметом международных договоров, которые заслуживают того, чтобы как можно было скорее они были ратифицированы и применены для уважения суверенных прав этих наций. Именно в этих терминах Западная Армения продолжит свою сьюридическую и политическую борьбу для достижения своей независимости и позволит армянскому народу и всем народам, живущим в Западной Армении, жить в мире и гармонии. Масуд Барзани заявил, что готов провести второй референдум в автономном районе Иракского Курдистана. Бывший премьер-министр Иракского Курдистана и лидер Демократической партии Курдистан Масуд Барзани, который 25 сентября 2017 года также стоял за независимым референдумом Автономной Республики Иранский Курдистан, заявил, что он готов ко второму референдуму. Решение о проведении референдума является правильным, сказал Барзани, цитируемый иракскими СМИ. Остается выяснить, действительно ли курды за референдум и действительно ли они готовы это сделать, отметил он. Предложение Барзани прозвучало только через месяц после разговора с госсекретарем США Майком Помпео и после нескольких терактов в иракских городах Кирпук и Масул. Между Багдадом и Эрбилем референдум вызвал напряженность, и он был признан недействительным со стороны иракского премьер-министра, который впоследствии применил санкции против организаторов референдума и запретил диалог с Эрбилем до тех пор, пока его результаты не будут аннулированы. После дискредитирующего голосования Верховным судом Ирака Эрбиль вернулся на свою должность. Правовой основой первого референдума о независимости иракского Курдистана является статья 64 Северского мирного договора. Если в течение одного года после вступления в силу настоящего договора курдское население обращается к Лиге наций на территориях, упомянутых в статье 62, указывая на то, что большинство населения в этих регионах хочет быть независимым от Турции, и если этот совет посчитает, что население заслуживает ту независимость, и если он примет решение в этом направлении, то Турция будет обязана немедленно принять это предложение и вернуться ко всем этим правам и названиям этих территорий. Северский договор возродился, когда Западная Армения ратифицировала Северский мирный договор 24 июня 2016 года. Только через год и три месяца после этого, 25 сентября 2017 года, в соответствии с вышеупомянутой статьей, был сделан референдум о независимости иракского Курдистана. Боевики протурецких формирований в Африне продолжают мародерство и грабежи местного населения. Об этом пишет Ближневосточное издание ФАРС. Так, например, поддерживаемая Анкарой бригада Аль-Хамза из состава Свободной Сирийской армии вымогает деньги у местных торговцев в населенном пункте Бастула. Джихадисты требуют платить им 3000 долларов в качестве ежемесячного налога. Параллельно с этим продолжается разграбление сельскохозяйственной продукции фермеров в Африне. По сообщениям местных источников, турецкие войска вынуждают жителей Африна передавать свои земли террористам, которые были поселены в этом регионе. Ближневосточное информагентство ФАРС сообщает, что с целью сорвать российско-турецкие соглашения о создании демилитаризованной зоны вокруг Идлиба, террористическая группировка Хаят-Тахрир-Аш-Шам готовится к крупномасштабному наступлению на позиции правительственных войск. Сирийская арабская армия и союзные ей ополчения продолжают зачистку пустыни вокруг плата Ас-Сафа. В ходе боев с боевиками Исламского государства погиб бригадный генерал армии освобождения Палестины Валид Курди и неназванные ополчения национальных сил обороны. Сегодня день рождения великого армянского композитора Комитаса Соломона Соломоняна. Он родился в турецком городе Китахе в музыкальной семье в 1869 году. В возрасте одного года потерял мать, а в 10 лет умирает его отец. Комитас продолжает жить с бабушкой до 1881 года. Комитас отправляется в Эчмиадзин и своей удивительной песней завораживает католикоса. Поступает в Эчмиадзинскую семинарию. После окончания Комитас путешествует по всем регионам и деревням страны. Собирает различные народные песни и танцы. Таким образом он собрал около 3000 песен, большинство из которых были для хорового пения. Главная работа Комитаса – его литургия, которая все еще присутствует в церковном ритуале. Литургия впервые была спета в Париже в 1933 году и впервые была записана в 1988 году в Ереване. 24 апреля 1915 года он был арестован и похищен, как многие другие армянские интеллектуалы, отосланы в пустыне Арабии. Его хорошие друзья турецкий поэт Эмин Ярдакул и посол США Генри Маргентау вмешались, и Комитас был освобожден. Он переезжает в Париж, где умирает в психиатрической больнице в 1935 году. В следующем году его тело было перевезено в Ереван. «Дети армянского народа, читайте Мавсеса Хоренаци, Яэше Нарека Ци, Хачатура Абовяна Рафи, Пешик Ташляна, и смотрите кто мы», – говорил великий сын армянского народа. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Комитаса «Крунг». Комитаса «Крунг» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok Комитаса «Крунг»